Это Муай-Тай на канале Евроспорт Россия. Мы с вами находимся в Голландии и здесь проходит матч Голландия-Таиланд. Турнир Слам-Эвент и в городке Алмэра сейчас никто иной, как Бока в Пор Промук. Именно Пор Промук готовится сейчас войти в ринг. Никакой особой стратегии у меня на сегодняшний матч нет. Я никогда не видел Марка Пике перед этим. Но я думаю, нужно подождать и увидеть, что произойдет в ринге. Ну а что вы думаете о датских, голландских боксерах? Они очень хороши, очень хорошего качества, считает Буакав. 23 года этому боксеру. И выдающийся боксер, молодой, но очень интересный чемпион Люмпини. Победитель турнира К1 World Max. Ну а это Марко Пике. Он из Суринама, но сейчас живет в Амстердаме. И вот так, пожиратели пламени, факиры. Я выше, чем Буакав. Мой вес вчерашний, я взвешивался, 69 килограммов 100 граммов. Но я скинул 5 кило. Давайте посмотрим в ринге, что будет твориться во время боя. И я сейчас не могу сказать, что я собираюсь делать, как я буду действовать. Но в то же время я собираюсь делать все с головой. Я собираюсь в этом бою боксировать очень умно. Ставить хорошие блоки. И я собираюсь сделать его. Так говорит Марко Пике о Букае по промуке. 26 лет ему, он боксер Муай-Тай. И вот начинается ритуальный танец Буакава. Такая дуэль. Рамуай-Танец, который служит и разминкой, и настроем. И в то же время он довольно мистический носит характер. Характер и своего рода ритуал. Все непросто так. Этот танец уходит своими корнями в глубокие-глубокие древние годы. И здесь большой уже опыт древних воинов воплотился в этом танце. Он должен помочь бойцу показать все, на что он способен в этом поединке. Но сейчас объявляется боксером, что можно делать, что нельзя. Пять раундов по три минуты. Два титулованных боксера. Марко Пике из клуба Муузид Джим. Из Амстердама. И тренируется он у Майка Поланина, Мильтона Фельдера и Муузида Акамране. Вес под 70 килограммов у обоих боксеров. Школа Пор Промука Таиланда очень известна. И вот сейчас как раз Пор Промук здесь, в Голландии, покажет свое мастерство. Бока в Пор Промук в синих трусах. Марко Пике в красных трусах. Марко гораздо выше, ну где-то на 10 сантиметров. И пять раундов по три минуты. Бой начался. А это таки длиннющий прямой справа едва-едва не попал. Бока в Пор Промук. Убийца из Люмпини. Таково его прозвище. Провел 300 боев, 200 из них выиграл. Нокаутом 175 поединков он завершал. Просто невероятно. 60 боев в ничью и 40 проиграл. Вот такой паренек, 23-х летний. Из города Самбат. Он родился в Самбате, сейчас живет в Бангкоке. И так и понимает, что можно ждать от этого тайца. Интересный момент. Таец посмотрел сначала в ноги, затем бросил взгляд на голову соперника. Вроде бы собирался пробить. А ногой нанес удар в ногу. Такой простой, но в то же время очень действенный прием. Взглядом обманул. В опорную ногу двойной удар. Хороший был удар Буакав. Буакав заулыбался, несмотря на то, что удержался на ногах. Но был тревожный момент. Обычно он так гоняет своих соперников. Срубает их в тот момент, когда считает нужным. Но сейчас ему досталось. Браво, Пике! Библии! Голландия, он в красных трусах, по прозвищу Снайпер. И Буакавпур Прамук, он в синих трусах. Боксер из Таиланда, по прозвищу Убийца из Лимпении. И Марко Пикет довольно уверенно провел первый раунд. На мой взгляд, он даже немножко вел в этом раунде. Марко Пикет провел 35 боев, 30 выиграл. У него 7 побед нокаутом, 4 поражения, 1 ничья. Это против 300 боев Буакава. Чуть-чуть рассердился Буакав. Бедро обрабатывает, пока Буакав бьет в переднюю ногу. Сейчас здорово передней ногой выстрелил хай-кик. Но пока присматривается. Тор Прамук. Посмотрим, даст ли ему Пике шанс пристреляться и что-то сделать. То, что Буакава умеет. Прамук. Он чемпион не только Лимпении, но чемпион турнира на стадионе Амной. Это все в Таиланде. Чемпион турнира Марафон Муай-Тай, который проводила Тойота. Ну вот. Много-много у него титулов. А также чемпион Таиланда среди профессионалов в весе пера. Ну, сейчас он немножко поднабрал вес и вот ушел в плавание такое кругосветное. И в Европе он успешно выступает, и в Японии, и в Штатах мы его видели. Ну, молодец. Везде бьется очень красиво. Прибавил в этом раунде блоков. Марко Пике. Непростая сегодня у него задача, которую предстоит решить. А задачка эта зовется Буака в пор Прамук. Задача с многими неизвестными. Дело в том, что Прамук может бить на повал и и слева, и справа, и ногой, и рукой. И что он выберет? Это всегда очень большая загадка. Ну, сейчас он захватил ногу и в легком движении свалил своего соперника. Что такое? В глаз попало. Ресница, может быть. Рефери на всякий случай понюхал, чем перчатки здесь натерты. Ну, дело в том, что боксер тело специальной такой растиркой обильно смазывается разогревающий и некий анестетик там присутствует. Ну, вот, может быть, в глаз попал Буака. от дальней дистанции в голову бьет Пике. Ух, как здорово был сначала лоу-кик, а потом прекрасный фронт-кик в голову. Третий раунд. Открытый раунд. Блестящие технари. И это очень здорово. Прекрасно стоит Пике. Буаклав ушел сейчас от бокового. опасно очень бил Пике, но сейчас тоже немножко нырнул. Все видит Буаклав. Молодец. Молодой, но очень-очень уже такой матерый боксер. Икроножные мышцы. Посмотрите, какие у этого боксера. Нога это кладезь энергии. Мышцы ног и спины. У Буаклава как раз с ногами, со спиной все в порядке. Буакав сейчас, по-моему, поймал некое вдохновение и почувствовал, что Пике чуть-чуть приостановился и начинает наверстывать упущенное. Тяжелый фронткик. Средний уровень в область живота. если Буакав точно так же будет работать в следующем раунде, я в неком сомнении нахожусь. Хватит ли Марко Пике еще на раунд? Четвертый раунд. Буакав пор промук в синим, Марко Пике в красном и очередной раз пор промук уронил. Навстречу слева мидлкик и Пике говорит ничего не было. Просто скользко. Лоу кик, хай кик, фронт кик. Блестящий работяга и талантливый боксер Буакав пор промок. Сколько же здоровья нужно иметь, чтобы вот так вкладываться, обрабатывать такими ударами. Это просто уму непостижимо. Это тяжелейшая тяжелейшая работа. Здесь не бьют локтем, мы видим с вами, да? И этого достаточно, чтобы поразиться мастерству и выносливости боксеров. И вот то, что сейчас мы видим вот в этом поединке, я могу характеризовать эпитетом красиво. чтобы на фоне чудовищной усталости вот так работать, это, конечно же, нужно иметь огромную волю и огромное мужество и запас скрытых резервов. и умение извлекать эти скрытые резервы. Это не каждому дано. Боков сохраняет и резкость, и жесткость. Здорово. Сейчас немножко сложный удар наносил Марко Пике. Чемпион Нидерландов, чемпион Бенелюкса, это Бельгия, Нидерланды и Люксембург. И чемпион Европы МОЭТ. Вот такой мастер сейчас боксирует против тайца. Немножко поскользнулся здесь Бокав. В то же время сказывается усталость. на ногах не стоит Марко Пике. Череда падений. Бокав. Конечно же Король. сейчас в ринге ну первые два раунда да и третий они были довольно ровными. Бокав лишь потихоньку разогнался. Ну вот это как раз тот самый Муай-тай, который мы довольно часто с вами видим. Начинается очень спокойно вырабатывается. Боксер вырабатывается. Сначала терпит, потом прибавляет, прибавляет и лишь затем поддает такого жару, что ой-ой-ой, только держись. завершающий пятый раунд. Бокав пор промок Таиланд. Марко Пике Голландия. А вот сейчас Пике еле поднимается. В четвертом раунде он накувыркался. Отлично работает Бокав. Старается не показывать, что он устал, а ему тоже тяжело. Все здесь из крови и плоти. Железных нет. Пор промок, начинает играть. На Пике пошел вперед голландца зовут Снайпер, но пока он точно не выстрелил. Видимо, никак не может поймать в перекрестие прицела. мишень из Таиланда. Слово мишень Буакау Пор Промок не подходит. Он сам охотник. Поймал, проводил, опрокинул. Молочина великолепно чувствует своего соперника Пор Промок. Это действительно экстра классовый. Пор Промок. Минувшем году он провел довольно много поединков и мы видели, как он выиграл у Альберта Крауса и у Ядамбы Нарантангалага из Монголии, у Василия Шиша из Белоруссии. Ну, по очкам. У всех по очкам. И вот, видимо, к этому идет и сейчас в бою с Марко Пике. Но выигрывает Ядамба. Проваливает, роняет. Рефери уже здесь в роли подъемного крана работает. Буакав по-прежнему работает ногой. Для него это гораздо привычнее и проще вот так встречать на дистанции фронт-киком. Вот сейчас сайд-кик. Немножко развернулся и чуть-чуть в сторону. А здесь в углу находится соперник и можно чуть-чуть взорваться. Конечно, безоговорочная победа Буакао по-промука и досталось по первое число просто Марко Пике. Хотя вроде бы довольно уверен он провел несколько раундов этого поединка, но вот два самых решающих четвертый и пятый раунд. Буака в порт промок делал практически все, что хотел. Тем самым доказал, что сегодня он сильнее. Но посмотрим на решение судей. Бой был хорош и боксеры достойно отработали. Посмотрим, что скажут судьи. на мой взгляд никаких сомнений быть не может. Несмотря на то, что гораздо ниже на 10 сантиметров и моложе на три года Буакао в порт промок. Ему 23 года всего лишь. Он выиграл этот поединок и заслуженные аплодисменты вполне заслуженные. Но следует отметить, что Марко Пеке очень достойный соперник был. Но я думаю, что любой другой с большим трудом удержался здесь в ринге. Но как правило Буакао в портаме боксирует с очень серьезными спортсменами. И именно поэтому бои получаются интересные, красивые. Вот как этот поединок. 301-й бой провел Буакао в порт промук. Фантастическое количество у него боев. Муай-тай. Ну, а в К1 у него 13 боев и 11 побед. Недавний бой с Майком Замбидисом мы с вами видели. Буакао тоже выиграл по очкам. Что вы думаете, как вы чувствуете себя после этого боя? Это мой первый бой против Марко. Знаете, он очень хороший, очень силен. Ну, что вы думаете, о турнире К1, который состоится через две недели? Для меня никаких проблем, я профессионал, но мы с вами видели его бой с Майком Замбидисом. Действительно проблем особых не было у Майка. Марко, это был тяжелый бой. Да, это был очень серьезный. Он же номер один, что вы хотите? Я все таки выставил пять раундов, я боксировал пять раундов, я сделал все, что мог, все самое лучшее, на что был способен. Ну, это было здорово, конечно, и он несомненно боец номер один в мире. Я старался быть достойным соперником. Ну, это настоящий соперник. что нас с вами ждет дальше? Паджонсук и Эль Масани. Муай-тай в Голландии на канале Евроспорт России в бойцовском клубе.